Всем привет! Я Гелла и сегодня у нас с вами неистовый петчворк, чтобы душа развернулась, крылышки расправились и полетели. Так, девочки, освобождаем место для работы. Будет много тряпочек, будем много резать и шить, шить и резать. В работе у нас все, абсолютно все, что найдете и насобираете по дому. Вот вы видите, тут у меня и подкладочная ткань, и тонкие, и толстые ткани, блузки, платья, майки, рубашки, конечно же, джинсы, куда же без них, шарфики, платочки, всякие простыни, поедки. Есть и ситец, и парча, и бархат, и шелка, и шторные, и мебельные, в общем, дорогие, дешевые, красивые, некрасивые, но абсолютно все идет в дело, девочки. Те же атласные ленты даже можно. Ну вот все, что вы найдете в доме, берем все, там походу разберемся. Так, еще для такого шитья нам обязательно утюг, потому что ткани все разные, и все кто куда, утюгом их будем мерить и успокаивать. Так, что еще нужно для такого шитья? Можно шить по основе, девчонки, возьмите, если вам нужно, любую ткань для основы, но имейте в виду, она останется, то есть, как сказать, будет уже два слоя в изделии. Вот уже, да, декоративный слой и основа. Можно шить по газете, потом газету можно убрать, но тут нужно иметь в виду, если у вас будет много пересеченных швов и маленькие элементы, да, то с газетой нужно будет повозиться потом, ну, поснимать ее. Вот, также можно шить по укрывному материалу, я вам его показывала, но тут тоже нужно иметь в виду, он очень горит от утюга. Вот, в принципе, для чего нужна основа? Да для удобства, например, чтобы сразу отслеживать размер полока, нарезали квадраты и заполняйте их лоскутами, и вы всегда видите, где вам остановиться, это очень удобно. Вот, но есть и свои нюансы, о которых вот выше я сказала, да. И, конечно, можно шить вообще без основы, но тут нужно иметь в виду, что это дело хорошо, когда у вас новые ткани, послушный хлопок, сноровка, опыт, понимаете? А если вы шьете вот из такого разнообразия, где у вас ткани все живут собственной жизнью и ползут и тянутся, и там разные всякие, да, то, конечно, по основе это удобно. Вот я решила взять газету, и вы посмотрите, как это можно делать, как это в итоге выглядит. В моем случае газета 25 сантиметров, прям вот так вот нарезала на квадраты, и дальше вы видите, да, положили лоскуток, прошили, отогнули, прогладили, положили, прошили. И то, я тут не все глажу, здесь у меня много хлопковых тканей также, но если какой-то не слушается, прикололи его, или прогладили, приложили утюгу, и все прекрасно получается. И вот в такой неистовой вообще абсолютно манере, все, что вот не подбирая, вы видите тут, да, я даже цвета не подбираю, вот, совершенно, если уж совсем тонюсенькие, ну, в два сделайте, в два слоя эту ткань, да, там шарфики какие-то, платочки газовые, а цвет, например, вам нравится, хочется, пожалуйста. Я обожаю такое шитье, тем более, когда, знаете, ткани всякие блестящие, там, струящиеся, они потом в изделии выглядят очень интересно и красиво, в этом есть своя прелесть. Вот, я очень влюбилась в свои ткани, которые, кстати, у меня в наличии в продаже, да, хлопок, я обожаю с него шить, это совершенно другие чувства, другие эмоции, другой петчверк. Но я также, ну, не могу забыть, я столько лет шила из того, что найдется в каждом доме, вот, как мы это обозначаем, да, то есть из всяких бэушных тканей, и не бэушных, но совершенно разнообразных, и как бы не предназначенных, вроде как, для петчверка, да, для классического, но почему нет? Это так красиво смотрится в итоге, это так здорово выглядит, я обожаю такое шитье, вот, и если вы только начинающие, если вы не хотите покупать, пока там, не знаете еще, не определились, нравится вам такой вид творчества или не нравится, например, хотите попробовать, да ради бога, все, что найдете на выброс дома, ненужные, у нас же очень много текстиля домашнего всякого, вот, из всего этого можно попробовать, вот. А далее уже сами решите, нужно вам покупать, купите новые ткани, ненужные, ради бога, можно шить из того, что найдется в каждом доме, из любого текстиля, ну, вот, и в одном изделии соединять совершенно несоединяемые, казалось бы, ткани, вот, все это настолько красиво, настолько непредсказуемо, настолько, ой, ну, я обожаю такое шитье. Так, девочки, я тут себе даже законспектировала, чтобы ничего не забыть и все сказать для начинающих, понимаете, поэтому особо само видео не комментирую, тут уже все сказано, да, вот, значит, продолжим, значит, про основы я сказала, вот, шью я на обычной бытовой швейной машине, без всяких наворотов, самая простая машинка, самыми обычными нитками, какие у вас есть, иглами, вот, пользуюсь я ножницами, именно в этой технике очень удобны именно ножницы, здесь не нужны уже линейки, нож, потому что здесь, вы видите, да, каким образом я использую, вот, так, тут у нас неистовый такой петчверк, так что безо всякого кроя, без расчетов и без всяких линейки ножей. Тряпочки, разумеется, перед шитьем, если это была одежда там и так далее, перед шитьем приводим в порядок, само собой, разумеется, это стиранные, наверное, у вас тряпочки подготовлены, да, срезаем все швы, я, по крайней мере, я ничего не парю, я срезаю все швы, пуговки там, всякие молнии и так далее, вот, лоскуты отглажены, готовы к работе и поехали, и все, вот. Вот, цвета, вы видите, я совершенно не подбираю, кладу просто, как душе надо, там, я не знаю, конечно, всякие реакции на это бывают, за эти годы я уже всякого начиталась, ну, кому плохо, ревиз в глазах, там, я не знаю, цыганщина, прочая тошнота, не смотрите, да и все, я буду шить так, как я хочу. Если то, как я это делаю, кому-то интересно и нравится, а это интересно и нравится, уже проверено за эти годы, то я буду продолжать это дело по своим собственным чувствам и ощущениям, и радовать и себя, и вас, мои любимые. А кому не нравится, пожалуйста, проходите. Так, а мы продолжаем, вы видите, да, в этом шитье нет никаких абсолютно законов и правил, все правила вы сами для себя устанавливаете, то есть, когда вы возьмете в руки, поймете, как и что, суть до дела, да, как вам именно нравится, вот тогда уже вы для себя определяете те или иные там какие-то нюансы, вот. А пока вот попробуйте смотреть в абсолютно хаотичном порядке, и в итоге это так непредсказуемо, когда конечные результаты всегда просто поражают, от него просто невозможно оторвать глаз, разглядывал бы и разглядывал. В общем, тут, девчонки, все на ваше усмотрение, цвета и так далее. Я лишь показываю, как я это делаю, делюсь личным опытом, показываю вам, что в итоге получается, как это шьется, как это выглядит, вот. Показываю все, что можно, а вы решаете, что вам нужно, понимаете? Вот. Если что-то тянет, скользит, ползет, там не шьется, ткани же разные, то скалываем это дело просто, не спешим, скалываем булавочками и прошили. Ну, если совсем там не идет, а не шьется, а хочется именно этот лоскуток, например, да, то в конце концов. Ну, что мешает пришить его вручную? Ну, вполне, а почему нет? Это вот такой неистовый пейсер, тут можно любые совершенно использовать идеи, вот. Так, что еще? Ну, вот я уже к аппликации тут, смотрю, приступила, да, девчонки? Вот вы видите, вроде когда помельчило скутки, побольше их, оно более так гармонично смотрится. Ну, тут надо понимать, сколько вы таких блоков сошьете, для какого изделия, да, масштабы, вот эти соотношения. Вот, ну, я вам наглядно показать, вот это вот цветочки распотрошила, искусственные цветы, и вот взяла пару лепестков и просто вот так пришью, потому что вот здесь как-то пустовато, да, вот вроде как в сравнении там с другими блоками. И вот для примера, посмотрите, положила кружево, положила этот цветочек, можно еще добавить какого-то декора, но с объемным декором, например, не стоит перебарщивать, это лучше делать, когда уже будет готовое изделие, простеганное. Вот. В принципе, даже эти цветочки всякие, это все можно уже, когда будет готово, когда простеганное будет сэндвич, можно позаниматься, но тем не менее, вот как идею я вам хочу показать, вот как разнообразить блок, да, если какие-то не очень красивые тряпочки, может быть серовато все, вам хочется что-то такое поживее сделать, да, живенько-живенько. Вот. Всегда можно добавить, вырезать из кружева, там, пришить тесьму какую-то, я не знаю, там, ленты, какие-то цветы поделать, пришить, или вот так вот аппликацию. Если нет вот таких цветочков, там, распотребляемые, они уже, видите, от искусственных, они же как-то обработаны, там ткань не особо сыплется, там не сыплется, в принципе. Вот, ну, можно и сделать закрытые аппликации, с закрытым решением, можно, в конце концов, опалить просто ткань эту, да, чтобы она не сыпалась, если вы этого боитесь. Вот. И видите, совсем другой вид уже, уже нет пустых вот этих вот пространств. Вот так лоскуток к лоскутку, пристрочили, отвернули, прогладили, срезали лишнее, блок за блоком, шьем сколько надо. Декорируем цветами, тесемочками, ленточками и так далее. И да, девочки, самое главное, не забудьте подписаться, поставьте лайк, напишите пару добрых слов, девочки. Это я вам напоминаю. Негатив, хамство какое-то, знаете, вот такое откровенное пошлятина какая-то, хамство, хейтеров я удаляю. Ну да, просто удаляю все, мне не надо. Ну, разумеется, мне очень важно количество просмотров, количество комментариев, но, девчонки, не настолько, чтобы там любой ценой я их сглатывала, все ваше дерьмо. Так что, если вижу дерьмо, удаляю. Если не вижу, значит, их нет просто для меня, и все. Так что вот. Они прям ненавидят, когда их комментарии удаляешь, прям бесится, прям их вот аж дымит у них, как они бесятся, когда я удаляю их комментарии. Ну, да, хочу предупредить. Я не хочу на самом канале видеть вот это вот всякое дерьмо, когда лезет из людей. Потому что негатив, он же тоже разный бывает, критика бывает разная, можно и без хамства обойтись. И даже негативные комментарии, бог с ними, они есть, там все не поудаляешь, да. Но я имею в виду вот именно когда такое дерьмо или вредительство, например, там в своих каких-то целях люди пишут, или какую-нибудь гадость совсем уже. Просто удалила, и все, и нету, забыли. Так, ну что, девочки, а мы тем временем летим дальше. Смотрите, какая бесподобная красота получается. Представляете, ну что, у вас не получится, думаете? Получится все, вы только попробуйте, возьмите. Настолько непредсказуемая, неистовая прелесть, которая идет вот от души, от самого сердца. У меня, по крайней мере, вот от самого сердца. И летит к вам вдохновением и радостью. Это такой восторг от процесса, девчонки, я не могу. А представляете, чувство, когда результат уже готовый будет. Ну я в восторге. И я очень радуюсь тому, что у меня как бы не притупляется вот это вот. Я ведь уже столько лет, столько всего поношила. Но я не перестаю радоваться этому. Это настолько вдохновляет. Еще больше, еще больше только хочется творить. Понимаете, вот чем мне это нравится? Совершенно не притупляется, не выгорает вот это вот желание шить. Иногда подустаешь, конечно, там какое-то перегорание происходит, чисто в плане работы. Я ведь не просто шью, я еще снимаю видео, записываю, работаю в интернете. Это все, ой, очень много сил отнимает и времени. А так вот, именно что касается творчества, если бы была возможность просто только с головой в творчество, ой, я бы, у меня вообще не надоедает. Как у вас с этим делом, скажите? Я наоборот только ищу каждую свободную минуту. Мне вот хочется, хочется еще, еще вот так пошить и вот так пошить. Это просто прелесть. Поэтому, девчонки, если вы еще не пробовали, попробуйте. Я на этом буду заканчивать. Готовьте блоки, в следующем видео мы их будем собирать. Вот. Ну, сделаю несколько видео именно для начинающих, совсем-совсем вот для таких чайников, которые вот ни разу вообще такого не видели, не пробовали. И вот, девчонки, попробуйте. Я думаю, вам понравится. Это настолько, ну, это исцеляющее прям творчество. Это настолько красиво, настолько непредсказуемо, столько радости. Вот еще один источник, да, радости, позитива, хорошего настроения. Ну, вот такое видео. Все, девчонки, шьем дальше. Скоро увидимся. А на этом я с вами прощаюсь. Желаю вам приятного рукоделия и бесконечного вдохновения. Люблю, обнимаю вас крепко-крепко. Ваша Гела. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok